260 в Московской области, 18 в Татарстане и трое в Чувашии. А в целом по стране около 600 человек погибли на железнодорожных путях с начала этого года. Чтобы предупредить возможные ЧП, российские железные дороги проводят по всей стране акцию под названием «Безопасная железная дорога». Чувашия стала одним из первых регионов, где прошли профилактические уроки. Рейд по несанкционированным переходам, семинары с работниками железной дороги и открытые уроки со школьниками. В рамках акции специалисты проводят сразу несколько мероприятий. Открытый урок с учениками столичных школ первый в списке. Ведь именно дети часто становятся участниками чрезвычайных происшествий на железнодорожных путях. Никто же не думал, что там вдруг откуда-то появится человек на этих путях. И машинист не ожидает, и возможно даже и не видит его, потому что железная дорога у нас, она не прямолинейная, как бы нам этого не хотелось. У нас есть повороты, у нас есть там возможные условия затруднения видимости. Ну и вот в таких вот случаях происходят самые, наверное, страшные трагедии. А этот случай в Канажском районе у всех на слуху. Трагедия произошла не по невнимательности, по незнанию. Решив произвести впечатление на девушку, 14-летний подросток поднялся на защитное ограждение пешеходного моста. О том, что оно потоком, юноша и не предполагал. Там напряжение присутствует всегда. То есть электричество. Оно нам нужно для того, чтобы железная дорога могла работать. Так вот, вот в этих проводах напряжение очень высокое. 27,5 тысяч вольт. Конечно, это очень опасно. После открытой лекции ребята в сопровождении железнодорожников прогулялись вдоль железнодорожных путей и даже побывали на ЖД-посту. У нас поездная радиосвязь. Заранее, перед тем, как отправить поезд, у нас запрашивают соседние станции. Мы даем согласие. При участке приближения у нас загорается красная лапочка и звенит звонок. Естественно, я вижу, что ко мне приближается поезд, и я вызываю его по радиосвязи. Подобные открытые уроки пройдут и в школах республики. Стартуют они в начале учебного года. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.